Часто спрашивают, как нужно молиться, какими словами, на каком языке. Некоторые даже говорят, я не молюсь, потому что не умею, не знаю молитв. Для молитвы не нужно никакое специальное умение. С Богом можно просто беседовать. Молитва должна быть очень простой. Преподобный Исаак Сирин говорил, вся ткань молитвы твоей да будет немногосложно. Одно слово мытаря спасло его, и одно слово разбойника на кресте сделало его наследником Царства Небесного. Молитва – это обращение души человека к Богу, обращение души, которая находится в тяжком состоянии. Молитва – это мать и глава всех добродетелей. Источник добродетели, источник всякого добра – это Бог. Молитва как бы зачерпывает, заимствует добро добродетели у Бога и дарит их тому молящемуся, который обращается к Богу от всей души, от всего сердца. Молитва – это путь человека к своему Творцу. Часто спрашивают, зачем нужно молиться? Просить у Бога что-либо, если Бог и так знает, что нам нужно? Мы молимся не для того, чтобы у Бога что-то выпросить. Да, в каких-то случаях мы просим у Него конкретной помощи в тех или иных житейских обстоятельствах. Главным содержанием молитвы должно всегда оставаться само предстояние Богу, сама встреча с Ним. Молиться нужно для того, чтобы побыть с Богом, соприкоснуться с Богом, ощутить присутствие Бога. Бог свят, а человек грешен. Природа человека искажена грехом. И перед человеком стоит великая задача – исправить эту падшесть своей человеческой природы, ее приземленность, ее погруженность в грех. Перед человеком стоит великая задача – наполнить свою душу благодатью Божией, для того, чтобы человек и здесь, на земле, и в вечности всегда пребывал с Богом. Молиться нужно за тем, чтобы единство человека с Богом, которое устанавливается здесь, на земле, всегда поддерживалось и было неразрывным. Однако, встреча с Богом в молитве происходит не всегда. Ведь даже встречаясь с человеком, мы далеко не всегда можем преодолеть разделяющие нас барьеры. Часто наше общение с людьми ограничивается лишь поверхностным уровнем. Так и в молитве. Порой мы чувствуем, что между нами и Богом словно глухая стена, что Бог нас не слышит. Но мы должны понять, что этот барьер поставлен не Богом. Мы сами своими грехами воздвигаем его. Когда нужно молиться? Святой апостол Павел в первом послании к фессалоникийцам заповедует нам молиться непрестанно. Это очень тяжелая задача, потому что это очень высокий идеал. Но христианин стремится к этому идеалу и молится сразу же после пробуждения, молится перед отходом к ночному сну, молится перед едой, молится после еды, молится перед началом каждого серьезного дела и по его окончании и побуждает себя к молитве на протяжении всего дня. Таким образом, пространство дня заполняется молитвой и для человека открывается путь к тому, чтобы к этому идеалу мало-помалу, но приближаться на протяжении всей своей жизни. Святитель Григорий Богослов пишет «Вспоминать о Боге нужно чаще, чем дышать. В идеале вся жизнь христианина должна быть пронизана молитвой. Многие беды, скорби и несчастья происходят именно от того, что люди забывают о Боге. Часто люди оправдывают свое нежелание молиться тем, что они слишком заняты, перегружены делами. Да, многие из нас живут в таком ритме, в каком не жили люди древности. Иногда нам приходится в течение дня делать множество самых разных дел. Но в жизни всегда есть какие-то паузы. Например, мы стоим на остановке и ждем трамвая. 3-5 минут. Едем в метро. 20-30 минут. Набираем телефонный номер и слышим гудки «Занято». Еще несколько минут. Используем хотя бы эти паузы для молитвы. Пусть они не будут потерянным временем. Основа для ежедневного молитвенного правила это утренние и вечерние молитвы, которые напечатаны в книге молитвослов. Неспешное их совершение занимает обычно около 20 минут. Но бывают ситуации, когда и этих 20 минут у человека нет. Все зависит от семейного положения, от возраста, от занятости, от состояния здоровья человека, от его духовного преуспеяния и многих других факторов. И поэтому иногда так бывает, что человеку, особенно новоначальному, для того, чтобы привыкнуть к совершению молитвенного правила, нужно совершать молитвенное правило совсем короткое, которое, может быть, состоит с первоначалу из одной четверти или одной трети молитв. Потом мало-помалу добавлять, чтобы была половина. Потом три четверти. Потом переходить уже к полному молитвенному правилу. Молитва может быть предельно краткой. Если вы только начинаете свой молитвенный путь, начните с очень коротких молитв, таких, на которых вы сможете сосредоточиться. Богу не нужны слова. Ему нужно сердце человека. Рассеянная молитва не имеет ни смысла, ни ценности. Здесь действует простой закон. Если слова молитвы не дошли до нашего сердца, они не достигнут и Бога. Как иногда говорят, такая молитва не поднимется выше потолка комнаты, в которой мы молимся. А ведь она должна достичь небес. Поэтому очень важно, чтобы каждое слово молитвы было нами глубоко пережито. Если мы не способны сосредоточиться на длинных молитвах, которые содержатся в книгах православной церкви, молитвенниках, попробуем свои силы в молитвах кратких. «Господи, помилуй! Господи, спаси! Господи, помоги мне! Боже, милостив будем негрешным!» Преподобный Серафим Саровский дал правило, которое состоит из тех молитв, которые все без исключения православные христиане знают наизусть. Это символ веры, Богородица Дева Радуйся и Отче наш. В некоторых случаях, в каких-нибудь экстренных, наверное, можно этим правилом ограничиваться тем людям, которые находятся в состоянии какой-нибудь экстренной занятости. Например, на войне или в случае каких-то чрезвычайных происшествий тем профессионалам, которые участвуют в какой-то чрезвычайно тяжелой и ответственной рабочей деятельности. Другое дело, когда человеку требуется передышка, если человек чувствует, что одни и те же молитвы, читаемые на протяжении долгих дней, месяцев и лет, как бы приедаются, приедаются, становятся какими-то сухими. И душа не стремится к Богу, а присыхает к словам этих молитв. В этом случае можно читать какие-нибудь другие молитвы. Можно читать книгу Псалтырь, можно читать те молитвы, которые особенно любимы человеком, которые его вдохновляют на молитвенный подвиг. Молитва – это индикатор нашей духовной жизни, своеобразная лакмусовая бумажка. Мы должны выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы она соответствовала молитве. Когда, произнося молитву «Отче наш, мы говорим «Господи, да будет воля Твоя», это значит, что мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы исполнять волю Божью, даже если эта воля противоречит нашей человеческой воле. Когда мы говорим Богу и оставим нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, мы тем самым берем на себя обязательство прощать людей, оставлять им их долги. Потому что если мы не оставляем долги нашим должникам, то по логике молитвы и Бог не оставит нам наших долгов. Итак, одно должно соответствовать другому. Жизнь – молитве и молитва – жизнь. Без этого соответствия не будет у нас успеха ни в жизни, ни в молитве. О чем можно просить Бога? Бога можно просить о том, что созидает жизнь человека, о том, что ведет человека ко спасению, о том, что обрамляет жизнь человека. Это и его личное благо, и благоденствие его родных и близких, все то, что является созидательным, все то, что нужно человеку для того, чтобы поддерживать свои силы, поддерживать свой дух на духовном пути. Обо всем этом можно и нужно просить у Бога. Одно из важных вспомогательных средств при молитве – икона. Православные христиане молятся пред иконами Спасителя Божьей Матери Святых перед изображением Святого Креста. Созерцая икону Христову, мы как бы смотрим в окно, которое раскрывает нам мир иной. И за этой иконой стоит тот, кому мы молимся. Но очень важно, чтобы икона не подменяла собой объект молитвы, чтобы мы не обращались в молитве к иконе и не пытались вообразить себе того, кто изображен на иконе. Икона – это только напоминание, только некий символ той реальности, которая за ней стоит. Когда христианин пребывает в молитве, его ум должен быть абсолютно свободен от любого мысленного образа. Человек не должен никаким образом представлять себе ни Бога, ни Божью Матерь, ни ангелов, ни святых, к которым он обращается. Святой преподобный Иоанн Лесвич не говорит нам о том, что ум человека должен плавать в словах молитвы. Молитва должна быть чистым смыслом. Никаких образов, никаких картинок. Один, лишь только чистый смысл. молитвы. когда человек сосредоточенно молится, он может взирать даже не на икону, а, например, на огонек свечи или просто на какое-то место в пространстве. Вот именно сосредоточенная молитва должна быть такой. Преподобный Серафим Вырецкий говорил, «Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего, ведомо то, что нам полезно. Молитесь же всегда так. Предаю Господи себя, детей своих и всех родных и ближних в Твою святую волю». В молитве очень важно то, чтобы она проистекала из сердца сокрушенного и смиренного. Ведь Богу наша молитва не нужна. Бог сам знает, чем мы живем, чем мы дышим. Он знает все наши сердечные помышления. Молитва нужна нам для того, чтобы мы приблизились к Богу, для того, чтобы мы дорожили этим общением, для того, чтобы мы прилепились к Богу и уже не отпускали его. Так, например, учил молиться святой праведный Иоанн Кронштадтский. Иоанн Кронштадтский. Субтитры создавал DimaTorzok